Челябинск Это сегодня комбикормовый завод «Белгородский корма» широким уверенным шагом движется по огромной России в сторону Китая. Попутно осваивая бывшие советские республики. 11 лет назад инженер тракторных установок Алексей Локтев и врач-ветеринар Артем Корчагин, продававшие комбикорм на довальческой основе, поняли, что товара нужно больше, чем может дать им производитель, и решили восполнить недостающий объем сами. В это время мы приобретали опыт сварщика, резчика, следствия. Этот пресс мы делали неделю. Это мы еще работали вдвоем. То есть не было главного инженера. Главный инженер у нас появился. Просто пригласили его наладить парогенератор. И все. Скажем так, нашли друг друга. Здание, которое мы купили. Это бывшая котельная молочно-товарной фермы. Сложно было, признаются компаньоны, листая цифровой, почти семейный фотоальбом. Но сегодня о том времени только с улыбкой и благодарностью тем, кто в них верил. Самое главное, что мы верили друг другу с компаньоном и верили в светлое будущее, скажем так, к которому стремились. Четыре позиции выпускали. Это 2013 год. Производить мы могли 8-10 тонн в сутки готовой продукции. На вопрос, когда было тяжелее, тогда вдвоем или сегодня, управляя сотенным коллективом, директор предприятия Алексей Локтев отвечает философски. Проще тогда, когда ты знаешь, что тебе делать завтра. Вот тогда проще. Важно иметь идею. Единственная сложность с самого первого дня – это договориться с самим собой. Все, что тебе мешает, это ты сам. Это было и тогда, это есть, и сейчас, это будет дальше. Сегодня белгородские корма выпускают в смену 80 тонн и ежегодно наращивают мощности. Растут и границы производственных площадок. Этим новым складом заведует руководитель отдела закупок Ольга Полегаева. В компанию она пришла 7 лет назад. Чистогородская жительница признается, что раньше не видела даже, как растет зерно. Теперь разбирается не хуже опытного агронома. Даже на зубок могу влагу определить. Так, это у нас кормовая пшеничка 5 класса. Урожай 2024 года. Кормовая. Для нас клейковина не важна. А основные важные показатели – это влага, чтобы была в норме, ну, по ГОСТу 5 класс. И, как бы, протеин. Ольга полностью обеспечивает завод сырьем. Тысячами тонн закупает зерно, жмых, белковые, минеральные, кормовые добавки, премиксы. Говорит, что чувствует себя на своем месте. Профессионально растет вместе с заводом. Меня все устраивает. Как бы, я очень люблю свою работу. Я люблю торговаться, вот, получать какой-то результат. Ну, это мое, так скажем. Когда я пришла, этого склада не было. Вот. Работали только на бункера. Меньше объемы, намного меньше объемы. То есть и продаж, ну, естественно, и закупок. Объемы здесь и правда увеличиваются стремительно. За 4 года белгородские корма совершили буквально прорыв. Продажи выросли в 10 раз. Все дело в том, что продают не просто корм, готовую модель для бизнеса. А еще работают не по телефону, а лично приезжают к каждому клиенту. Географию родной страны изучили вдоль и поперек. Рынок комбикормов, он на сегодняшний день настолько перенасыщен, что в каждой даже маленькой деревне представлено по 5-6 конкурентов. Мы создаем на сегодняшний день продукт высочайшего качества по цене гораздо ниже, чем у конкурентов. Средний возраст сотрудников предприятия – 40 лет. Руководителю отдела продаж Евгению Никулину всего 30. На завод попал из банковской сферы. О комбикорме тогда не знал ровным счетом ничего. Сегодня может дать подробную консультацию по всем видам полнорационных кормов. С гордостью ведет нас по новому складу на тысячу тонн готовой продукции. На стеллажах более 35 видов позиций. Смесь подпотребности любого животного. От крупнорогатого до перепелки. В этом году вообще бролеры стали менее популярными. Сейчас первенство взяли утки и как раз перепела. В чем перепела? Потому что это самые дешевые в себестоимости птица. Но она очень дорогая в продаже. На сегодня в ассортименте белгородских кормов больше 35 рецептов. И почти каждый месяц появляется что-то новое, улучшенное. Мы делали гранулу 3,2, а перешли на гранулу двойка. Это более сложно работать. Чем меньше диаметр гранула, тем сложнее. И после всего еще эту гранулу мы измельчаем. Ну, чтобы перепелочка, она же маленькая птичка, чтобы удобно ее было употреблять птице, перешли на двойку. Потребителям нравится, ну, людям нравится. Перепелкам, наверное, тоже нравится. Александр Алексеевич Фомин, тот самый главный инженер, который 11 лет назад пришел наладить парогенератор, да так и остался. Я, вообще-то, когда начинал работать с Алексеем Алексеевичем и Артем Павловичем, ну, я рассчитывал там, как сказать, вот сделаем там комбикорму, грубо говоря, 20 тонн в сутки. И этого достаточно. А уже сейчас и 80 мало. Я думаю, что будем расти. Сегодня многие технологические узлы на заводе делают сами. Винтовые шнеки, ленточные конвейеры и даже смесители для сырья. И речь не про экономию. Во-первых, тут приветствуют рацпредложения. Во-вторых, зачастую те, кто производит оборудование, сами на нем не работают. Соответственно, каких-то нюансов не знают. А основатели успешного бизнеса и сегодня могут, собственно, ручно перебрать любой агрегат. Хотя производство теперь почти полностью автоматизировано. От набора зерна в дозирующее устройство до выбора запрограммированного рецепта. В производственных помещениях светло и чисто. Каждая смена наводит после себя порядок. Сначала было непривычно, рассказывает Денис Шабанов. Но сейчас делают это уже на автомате. Сам он родился и всю жизнь живет в селе Котово и работает на родной земле. Пришел сюда, когда заводу было два года. С первогрузчиком, потом машинистом кары, оператором дробилки, теперь старшей смены. За открытием завода наблюдали всем селом и радовались. Конечно, да, радовались, что производство будет, как бы рабочие места появятся. И удобно, и вроде и дома. Много кто отсюда работает, знакомых. В моей смене бригада, в основном все отсюда ребята. Как бы, да, приятно, что село развивается. Руководство нас очень ценит, всех как бы уважает. Мне приятно работать. Сегодня «Белгородские корма» – это замкнутый комплекс производства, начиная с приемки сырья с элеватора до отгрузки готовой продукции на автотранспорт. Корма, производимые на заводе, отвечают всем современным требованиям. Рецепты рассчитываются в специализированных программах с учетом генетики животных, возраста и пола, сезонных особенностей питания. Задача номер один – максимально высокое качество комбикормов. Здесь контролируют каждый этап, проводят отбор компаний-производителей премиксов, а главное – дорожат каждым клиентам, среди которых как научно-исследовательские институты, так и личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели. В этом и есть секрет успеха. Это такой мультифактор, знаете. Просто сказать, что цена у нас самая доступная, ну нет. Ну, то, что она недоступная, не только. Это и качество. Ну, то есть, это и сам продукт, если говорить об этом, да, вот, цена, качество, возьмем просто определение продукта, это и подход к клиенту, это и работа с ним, то есть, сервис, обслуживание, ну, то, как это называют, это обратная связь от клиента, это индивидуализация, то есть, подход к клиенту, потому что, ну, для нас, знаете, каждая бабушка, я так говорю своим менеджерам, пришедшие к нам на территорию, купив мешок, она тоже, у нас клиенту важно, что с него не просто деньги забрать, что-то включили, да, нам важно, чтобы клиент был доволен. И если глобальный рынок комбикормов замедлился, то российский, несмотря на опасения, связанные с действием западных санкций, ускорил рост. Вопреки, а где-то и благодаря пресловутым санкциям, белгородские корма планомерно расширяют границы присутствия. Заключают госконтракты, выходят на экспорт, активно сотрудничают с отечественными производителями различных добавок и премиксов. Помимо того, что мы в России представлены, ну практически по всей центральной, южной части, северной, плюс мы еще поставляем на экспорт карманы, знают, в Армении, переговоры велись с Азербайджаном, сейчас переговоры ведутся и с Китаем. Ну и мы расширили свои возможности как предприятие, и как-то попроще стало, скажем так. И поддержка экспортного центра здесь присутствует, то есть многих вещей мы просто не знали, скажем так, боялись куда-то выходить на, допустим, экспортный рынок. На сегодняшний день уже там обладаем определенной информацией, то есть уже смело, скажем так, выходим на рынки. Знаете, сколько мы нашли поставщиков сырьевых российского производства, о которых не знаю, о которых в Шереке даже находились, понимаете, 150 километров, а оказывается, это те производители пробиотика, которые мы с немцами сравнивали. Мы начали его использовать действительно не хуже. И то есть мы, знаете, открыли глаза, познакомились друг с другом, живя в одной стране, и мы начали работать на сегодняшний день. Развивать производство староскольские предприниматели намерены на родной территории. Здесь есть все инструменты для этого. Я общаюсь также с коммерсантами из других областей, да, с Курска, с Воронежа. Может быть, они не осведомлены сильно, но, судя вот по той информации, которую они мне преподносят, и на диалоге ее озвучиваем, такой поддержки и такого разнообразия программ, которые присутствуют у нас, я от них не слышу. Выросшие не в золотой люльке бизнесмены точно знают, сильный обязан поддерживать слабого. Этого принципа придерживаются и в коллективе, и в реализации социальной ответственности. История не про щедрость, не равнодушие. Белгородский кормат добровольно взяли на себя дополнительные обязательства перед обществом. Здесь не только платят налоги, выпускают качественную безопасную продукцию, но и дополнительно вкладываются в своих работников, занимаются благотворительностью, корпоративным волонтерством, участвуют в проектах по экологии, образованию, культуре и спорту. Меньше иллюзий, больше реализма, говорят в белгородских кормах. Обгонять нужно самих себя, а не конкурентов. Алексей Локтев по итогам 2023 года стал победителем областного конкурса «Предприниматель года» в номинации «Лучшее предприятие в сфере агропромышленного комплекса». «Мы знаем, что нам делать завтра, мы знаем, что нам делать через год, через три, через пять, через десять лет. Мы хотим увеличить производительность в два раза. Мы на сегодняшний день имеем 3,5 тысячи тонн в месяц производственной мощности. Сколько мы можем производить, мы производим столько. И в год мы можем производить 40 тысяч тонн. В сентябре мы проводим капремонт большой масштабный, меняем основные узлы, будем производить 55 тысяч тонн. Мы видим, куда мы будем реализовывать эту продукцию. А через пять лет хотим двое, значит, до 100 тысяч тонн выйти. Вписать свое имя в эту историю успеха могут еще многие старооскольцы. Компания «Белгородский корма» приглашает в команду.